У эфира программа новина регионов студии Алена Милищанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. Как в области рыхтуются до открытия катки и хоккейные коробки. Усе подребязности в нашей программе. Амаль 530 млн. рублей заплатили у бюджет в области субъекты малого и среднего бизнеса за 11 месяцев 2020 года. Как поведомляют у областной инспекции по податках и сборах, эта сумма складает 40% от огольных поступлений у бюджет. Если сравнивать показчики от поведенных периодов, то в 2020 поступления у бюджет повеличились амаль на 20%. У тем лику на 85 млн. от организаций и на 51 млн. руб. от индивидуальных предпринимательников. По информации областной инспекции по податках и сборах, на первое Снежное у Могилевской области были зарегистрированы 33,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. У тем лику 26 тысяч индивидуальных предпринимательников и амаль 8 тысяч юридичных особ. Амаль тысяча наученцев Могилевшины удельничают у третьем областном этапе Республиканской олимпиады по учебных предметах. Испыты идут по 18 дисциплинах. Свои веды, а заодно и стрессоустойливость. Проверяются наученцы от 8 по 11 классы. Поляцовками для интеллектуальных испытов этими днями стали буйные средние школы, лицей и правтых колледжи. Например, Могилевский экономичный профессийно-технический колледж предоставил одразу две просторы. И тут проходит наибольшая колькость заявленных выпробований. По истории и громадства знавствия, а так само по пяти замежных мовах. От английской до китайской. Надо заниматься каждый день, слушать аудирование, интересные тексты. И возможность общаться с коренными испанцами для более грамотного оформления своей речи, скажем так. Всегда олимпиада – это некоторые испытания. 50% – это твои знания, 50% – это твоя удача. Сяродня звыклых предметов – олимпиада по обслуговой праце, а ясче – физичной культуры и здоровье. По гитарной керунку вугле и спыты ладять только третий год за пар. По выниковости Республиканской олимпиады Могилевщина займае лидируюча позиции сярод інших областей. Особная программа и по информатице. Олимпиада по информатике, она проходит для всех учащихся без деления на параллели. То есть, если русский язык математика есть 8, 9, 10, 11 класса, то здесь идет у нас перемешку. Здание единое для всех. И, например, у нас самый юный участник в этом году – шестиклассник из гимназии города Сиповича, Быховцев Степан. Я думаю больше о том, чтобы, допустим, в будущем трудоустроиться, то есть получить образование хорошее. Уровень третьего этапа областных олимпиад, он практически такой же, как и заключительного этапа по учебным предметам. Поэтому тяжело, сложно. Но здесь лучшие из лучших собраны. Поэтому им под силу решать такие задачи сложные. Гэтым годом организаторы вырошили не ладить пышных урочистостям на открытие и закрытие тура. Усё с метой выканания санитарно-эпидемиологичных потребований у распаусюджывания острых респираторных инфекций у тем лейку ковида. Заключный этап Республиканской олимпиады отбудется на весенних каникулах на приконце саковека. Наш регион станет базой для лепших розума Украины по трех предметах – математицы, физицы и астрономии. Нагадаем, призёры и переможцы будут иметь перевагу при поступлении у высшейшие научальные установы. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новина региона. «Могилёв, батька Сталинграда» – это назва конкурса, что ладить у областным центры. Организаторы, историки и краезнавцы робят отсылку до исторического подвига при обороне рубежа у Калявёцких АИ. Кажуть, опыт стремливания фашистских войсков стал правобразом битвы за Сталинград. Конкурс «Могилёв, батька Сталинграда» промеркованный до 80-ти годов обороны Могилёва. Проводить его сярод молоди. Сенс узгадать минуло, а мабыть и отырмать новые веды про военную историю родных окраев. Основная цель этого конкурса – это патриотическое воспитание нашей молодёжи. Сосредоточенное самым главным образом на тех героических исторических прошлых, военных, прошлых наших лет и особенно произошедших в годы Великой Отечественной войны. Конкурс проводят в формате «Викторы» на два этапа. Пытания шукать у газеты «Могилёвские ведомости». Мы подобрали вопросы, ну, к примеру, такой, герой Советского Союза, принимавший участие в обороне Могилёва. 41-й год, июнь месяц, июль, уже герой Советского Союза. Пачаток конкурса 15-го студеня, и он проводится у два этапы. На каждом удельникам потребно дать отказы на 20 питаний. У Асиповецкого района на автодорозе «Минск-Гомель» грузовик «МАН» сутыкнулся с грузовиком ИВЕКА. У Асиповецким районне грузовик «МАН» сутыкнулся с грузовиком ИВЕКА, який на узборче ремонтовали водитель и пассажир. Один из мужчин загинул на месте, другие, як и водитель «МАНа», отрымали травмы. З места ДТЗ потерпелых забрали в больницу. Папередни кажуть, у ДАИ водитель автомашины «МАН» был неуважливым. Вядомо, что место ремонтных работ было позначено только аварийной светловой сигнализацией. Знак аварийного припынку отсутничал. По факте здарения заведена криминальная справа. Ясше жатыр человека отрымали травмы у авары, якая отбылась в Могилевском районе. На автодорозе Могилев-Бабруйск, недалеко от агрогородка Мяжисятки, лоб-лоб сутыкнулись два фольксвагена, легковушка и микроаутобус. Авары потерпели и обводу водителя машины, и обводу пассажира транспортных сроков. С травмами розной ступени тяжкости их отвесли у больницу. Мини-кермаш вакансий плануя организовать управление по праце, занятостей и социальной обороне Могилевского гарва Конкама. Дата проведения – 14 студеня, с 11 до 13 годин. Гэтым разом на кермаш запрошают усіх, хто жыдае отрымать сезонный заробок. Усім, хто завітаю на мини-кермаш вакансий, пропануюць праца лоткавані на сезонную працу ці працу вахтовым метадам на тарыторії Беларусі. Такі кермаш проводяться зудзелом Молодёжного штаба студентських отрадов. У Градськім управлінні по праце, занятості і соціяльной обороне удакладніли, што праца лоткавані можуть отрымаць і студенты, і люди пенсійного взросту. У обласного отделення Беларусського дитячого фонда єсть добрая традиція. Кожны раз на старый Новий год наведвать Могилівський обласний центр медреабілітації дятей-інвалідів і хворих дятей психоневрологічного профілю. Селі тоді до гэтага візиту долучилися колеги з об'єднання блага, а так само працтавніки Белпошты. Зразуміло, гості прайшлі з подарунками. Летось гэтай діти проходзі лілячані у Могилівській обласній бальніці. Зараз батькамі на реабілітація. За третій дні проходзять курс процедур. От гімнастіки до занятку на спеціалізованому обсталіванні. Той, що просто дається більшість дятей для гэтых малых – особливе справа. І своїми поспіхами я не раді поддяріться. Наприклад, заработниками філяла Белпошта ікі прайшлі з великій паштовій скорбонкай. Прежні ми збирали посудки для домов-інтерната в Могилівській області. В цім году ми приняли участье в марафоне совмєстно з Белорусським детським фондом. І дуже приємно привезти сюди подарки діткам, які знаходяться в цьому центрі. А в той байшій коробці игрушки і для дівчонок, і для мальчишек. С творшим вінчаванням і подарунками завіталі і працтавнікі добрачынага громадськага об'єднання «Блага» да уніся б радзілення Белорусського детського фонду. Нагадаєм, што падзео областным центром метра і абілітація – гэта толькі частка традиційного добрачынага марафону «Сагрым детське серце» у межах республіканській акцій «Наші діти». І такий масштабний праект був би немагчим без необіякових людзі і добрачынага роганізацій. Гэта падтвердзіў і наш талі марафон, падчас якого удалося сабраць більш за 62 тисячі рублёв. Іх накіравалі надапамогу підапечным обласного адзілення Белорусського детського фонду. Але добры справы не обмежаванай часам. Ширі учынкі гэта просто. Андрэй Шуляк, Дзяніс Жавіна, «Навіна регіона». Гэтымі днямі у Могилёві актылно рыхтуюць каткі на територі школа, кату конькоў на стадайонах «Спартак» і «Торпеда». Як пераканалася наша здымочна група, процедура стварыні каткоў доволі працяглая. Однак до выходных дзён яны будуть гатовыя для масавага катання. У 46-й школі Могилёва хокейна коробка капітальна. Заліваюць її у першыню. Нарешті усталяваліся сприяльныя умовы. Сама природа зрабіла добрыю падушку под лёд. Был большой снегопад, он там остался, мы его утрамбавали. Мы выровняли і сверху поливаем. А за борта? За борта мы чистили дорожки, вот здесь вот, вокруг катка, і забивали борты, щоб с той сторони не выливалась вода. Каток ў школі, як і увесь тадыў, прызначены для спортынных адпачынку жахароў микрорайона. Правда, про кату тут няма. Про інвентар аматоры зимовых видов спорту павінны паклопатіцца сами, кажыць ў школі. К сожалению, катання на коньках пока не входят в программу учебную. І у нас не закуплены коньки. У нас є лыжний інвентарь, 150 пар лыж. Мы с учащимися в третій четверти начинаем лыжную подготовку, будем заниматься на этом стадионе. На заліце школьного катка ўходзіць каля трох дён. А вось, каб нарастіць лёд на стадионе, рассказываюць, у администрацій Спартака процедура більш протяглая. Спочатку праливаюць утрамбаваный снег, чакаюць пакуль падмёрзня. Потым знов заливаюць, і так некалькі разов. І толькі потым послойно нарощуюць лёд. Але і тут сподяюць, што до субботы стадион будзе открыты для масового катання. Два года не було проката, буде какой-то ажиотажний спрос. Но поверьте, у нас 150 пар коньков на прокате всегда хватало. І потому, що більше тенденція пошла к тому, що люди приходят уже со своїми коньками, вони покупають коньки. І купив билет на вход, демократична цена, катайся ход цього день. У Могилёві самая буйная лядовая пляцовки пад открытым небом – стадионы «Спартак», «Торпеда» і «Космос Корт», што ў Печерськім лісапарку. Татьяна Сергійчук, Дзяніс Жавіна, Новіна регіона. У Могилёвської області рыхтуюця до открытия 150 каткоў для масового катання і хоккейных коробок. Амаль третья частка з їх у обласным центра, остатня – у Бобруйску і сельських районах. У Клишеві рыхтуюць до открытия одразу три лядовая пляцовки. Причім каток ў самом центре Клишева забезпечива прокатам коньков ўсіх охотных катацца. На сьогоднішній дзені мы располагаєм порядка 80 пар конькоў, которые будуть здавацца на прокат. І наш каток работаец 7 дней в неделю, з 10 до 10 вечара. І услугамі проката конькоў пользуюцца с удовольствіем дзеткі, радіцелі і просто взрослые. На пляцовце здоров'я Кличевська гэцентра дадатковы аддукація заліваюць лёд. Дзеті і дарослые чакаюць адкрыця сізона катання на коньках. Звычайно, што дня гэты каток наведываюць 80-90 чалавек, а за некай кіты дні ў сізона адрымліваецца каля дзюхтысяч. Так само адкрыцца катці ў першій школе і на стадыўне Кличевська гэкаледжу. Цапер там так само уплатняюць снег і заліваюць вадой. Прагноз абецае спрыяльнае лёду мразы, тама адкрыць ў пляцовак не ў забавя адбудзіцца. Абецаюць, што празд 2-3 дні. Аднак аматорам актыўнага зімовага адпачынку можна не чакать лёду, а сёння выходзіць на лыжную падрыхтовку. Так прынамсі робяць ў школе ў аграгородку Несята. Старші школьнікі выезжаюць на лыжах на стадыўн. А пушнімі гадамі на зімове віды спорту давялось забыцца. Аднак сёліта Євразыма ўсё ж такі змянілася на нашу беларуску звычайну і ўсё рады. Діти вже давно ждали этого периода, щоб, скорей, бы снег выпал. Хоча б на недельку. Це радує. Скажіть, пожалуйста, третія четверть покажется немножко легче, якщо займатися спортом? Немножко, да. Потому що у дітей большой интерес к занятиям лыжами. Как би не було, но вместе с тем выходим на старт. Даже погода, якщо плюсова, ўсё раўно, є желання пробіжаться где-то, якщо позволяє погода. С Клечівського района Ілона Іванова, Юра Уласців, Новіна Рахіона. Часам снег і слабая завіруха. По словах синопта Кауча-Твер прынясі нам снежних апатків. Пры гэтым будзе в облачність проясненнями. Ветер с парывами до 14 метр за секунду. На особних участках дорог гололедзіцца. Так, што будьте уважливыми і аккуратными. І температура поветра на протягу суток от 9 до 14 градусів нижай за нуль. По інформація облгідромета, на двор ё ў ближайші дні будзе вазнашаць в область поніженага атмосферного тиску і халоднае поветране масы. Атмосферный тиск будзе піраненлівым. Яшчы більш халодна стане ў пятніцу. Сіноптыкі прогнозуюць на більші часты території краткочасовый снег. Ветер стихне, а ліслупок термометра рэска апустіцца. Температурный фон на протягу суток от 15 до 20, а місцами і до 22 градусів морозу. І ў суботу, і ў неделю морозы стануть яшчы мацней, кажуть, ў аплгідрометі. Чыкаецца пераважны без апаткаў. Температура поветра ў начы до минус 25 градусів. У дзень ў межах 15, 20 градусів нижы за нуль. Субтитры подогнал «Симон»!